Всем доброе утречко. О, у меня прям видно болячку опять. Жалко. Ну ладно, надеялась, что не будет видно. Я сейчас взяла сковородку, вот показать, что с ней случилось. В принципе, знаете, в моем детстве, мне кажется, если бы была бы такая сковородка, на ней бы еще лет 10 бы готовили и говорили, что она самая лучшая. Но я сейчас вот ее поменяла. Почему? Сейчас покажу вблизи, вот так не видно, наверное. Вот видите маленькие черные точечки? Вот они меня беспокоят. Именно из-за этого я начала думать, что сковородку надо менять. Они вроде бы не отходят. Ну вот я вот так делаю, они просто так початся. Но мне кажется, если лопаточкой что-то поддевать, то они вот будут слазить и могут в еду попасть. И это мне не нравится. Но я говорю, что сковородка, мне это очень нравилось. Я ее обожала, поэтому хотела такую же заказать, но заказала вот такую. Икру жарю. Вчерашнюю вчера чуть-чуть совсем пожарила. Сегодня решила дожарить. По поводу вчерашнего влога, который я выложила, у меня там спрашивают, обсуждаем ли мы покупки с мужем. Да, мы всегда обсуждаем любые покупки. Но только если покупки вообще не связаны с другим человеком. Например, я хочу себе браслетик купить. Или Сергей хочет себе какой-нибудь станок купить, который ему нужен. То, скорее всего, мы не будем это обсуждать, если это недорогое. Если это дорогое, то мы обсуждаем. Мы всегда говорим друг другу, что хотим купить. Потому что у нас бюджет общий. У нас вообще нет раздельного бюджета. У нас все деньги общие. У нас вообще с Сергеем есть какие-то дополнительные заработки. И у него, и у меня о деньгах, которых мы друг друга не знаем. В принципе, я участвую во всяких исследованиях, за которые деньги платят. Сергей знать не знает, сколько там платит. Но все равно все деньги у нас идут, даже те, которые мы друг о друге не знаем, идут все равно у нас в общий бюджет. Поэтому любые покупки мы как-то совещаемся. Если это покупка до 1000 рублей, то нет. Мы можем не совещаться. Но вот, например, доску, когда Сергей вот это заказывал, огромную доску, он мне сказал, Настя, я доску хочу заказать хорошую. Я говорю, ну заказывай. То есть я даже не посмотрела, какая она, какого размера. Я просто сказала, ну заказывай. И так вот в основном у нас и происходит. Или я, например, в вазон в корзину кидаю, там много чего. Говорю, Сереж, закажи тот и тот, тот, когда будешь заказ делать. В основном в Сергею у нас просто все заказы делать. Хорошо, закажу. То есть он не всю корзину заказывает, что там находится. Но я ему всегда говорю, что нужно заказать. Я, в общем, сегодня целый день у компьютера. У меня, если честно, уже башка болит, уже потемнело у нас. Сейчас вообще 4 часа, но у нас вот теперь уже в 4 вечера темнеет. Мне кто-то писал, что 4 это не вечер. Я всегда считала, что 4 часа это уже вечер. Потому что вот у нас сейчас в 4 часа темно. Ну как это может быть не вечер, если уже темно? Для меня не знаю почему-то. Я вот прям с детства считаю, что если 4, это начинается вечер. И я так и говорю, 4 вечера. А 9 это уже ночь. В общем, я сегодня целый день сижу за компьютером. Голова уже раскалывается. Но мне там много очень доделать. Много рассортировать сегодня нужно было. Я наконец-таки это сделала. Наконец-таки я сделала, чтобы у меня иконки показывались на компьютере. Знаете, у меня проблема была последние полгода. Мне просто некогда было до нее дойти. Но сегодня вот выдалась такая возможность. У меня не показывались иконки на компьютере. Изображение. Я его открываю, вижу. А в иконках его не видно было. И я что так не делала. Но сегодня у меня получилось это восстановить все. И зачем мне это нужно было? Я когда дизайн смотрю, у меня иконки всегда были большие у дизайнов. И я могла принт-скрин сделать сразу многих иконок, многих дизайнов. И отправить человеку, он выбирал. А последние полгода где-то мне нужно было, чтобы отправить человеку все варианты дизайнов, открыть каждый, сделать скрин и каждый скрин отправить. Это гораздо сложнее, гораздо дольше. И дольше переписка. Ну, в общем, сегодня я сделала все нормально. У меня теперь... И поэтому я сегодня ничего не снимала. Я ничего не готовлю последние два дня. У нас там еще этот соус был анес несъеденный, щи полная кастрюля, куча яиц отварленных. В общем, полный холодильник еды. Никто это ничего не ест. Я ем по чуть-чуть. Дети едят совсем по чуть-чуть. И у нас полный холодильник еды давно такого не было, что мне вообще не нужно готовить. Вот я вчера делала рыбу, я ее кушала. Сегодня я икру себе пожарила, думала, рыбы тоже пожарят. Думаю, ладно, я в морозилку пол рыбы просто положила вчера. Думаю, нет, сегодня не хочу, завтра пожарю. Ну, или послезавтра, не знаю, когда, в общем, захочу, тогда пожарю. Короче, я не готовлю ничего сейчас, потому что реально я очень мало ем, когда дети в садике у нас ничего из холодильника не убывают. И Сижгей сейчас вот последние два дня, он на своем питании светофора сидит, поэтому он тоже ничего не ест. И у нас, ну, я понимаю, что насколько мало я ем, что у нас еда вот полная остается. Только дети вот вечером едят, и все. И то они такие привередливые в последнее время, по яичку съедят, и все, им хватает. Я говорю, ну, что за ужин такое одно яйцо? Что Степа вчера съел одно яйцо, Миша съел одно яйцо, больше ничего не хотят. А, хлеб я вчера сейчас свежий купила, вот они с удовольствием этот свежий хлеб поели. Ну, я редко в пекарне просто покупаю хлеб, и им что-то вчера прям с яйцом они с удовольствием. Я говорю, что один хлеб сухой едите? То вообще хлеб не едят, не заставишь, там, с чаями или, ну, просто с едой, говорю, хлебушку возьмите, они не хотят. А то один хлеб готовый есть. Ну, ладно, дети, они такие дети, если хотят что-то есть с удовольствием, вроде бога пусть едят. В общем, сейчас я перекушу и пойду опять за компьютер. Еще хотела сегодня влог пораньше смонтировать, но, наверное, опять не получится. В общем, у меня почти всегда влоги выходят ближе к 10 вечера в последнее время, потому что сажусь вот прям вечером монтировать, где-то часов в 7-8 сажусь, и поэтому вот к 10 вечера получается влог. Хотя влоги коротенькие, 20 минут, но на 20 минут влога я монтирую часа 2. Ну и плюс я загружаю на канал. Быстрее как-то не получается. Вот такой вот у меня сегодня болтовлог получается. Я вообще думала, может, сегодня ничего не снимать и завтра прямой эфир запустить. Потом думаю, нет, надо камеру взять. У меня почему-то вот эти прямые эфиры, я же сказала, что если не будет влога, то буду запускать прямой эфир. Еще больше мотивирует снимать влоги. Но, может быть, если действительно целый день буду занята и нечего будет снимать, то тогда буду запускать прямые эфиры. Я вот сегодня сделала папочку с рисунками для полотенец и подушек. Кто хотел, у меня спрашивал, какие есть рисунки. Вот, чтобы каждому не открывать вот такой рисунок и не отправлять по одному, я теперь вот их загрузила на Яндекс, на диск. И тут есть дизайны девочкам, дизайны мальчикам и полотенце-подушки. Можно посмотреть, я могу ссылочку оставить. Просто открываете и смотрите, какие рисунки есть. Их можно, естественно, открыть и крупным планом посмотреть. Это те, которые у меня вот сейчас уже готовы. Естественно, всякие имена, надписи я могу любые абсолютно написать. То есть, если тут написано Софии, я могу написать что угодно. С Новым годом, с днем рождения. Такие вот разные рисуночки. Вот этот мне понравился, но он маленький. Это для мамы и такой же есть для папы. Сейчас покажу. Вот эти с коронами, мне тоже очень нравятся, их часто заказывают. Вот для папы был такой же, но вот для папы чуть побольше размером сердечко. Тоже классно смотрится. В общем, большую работу сделала. Если честно, самое долгое нужно было каждый рисунок мне открыть. Вот здесь, вернее, не рисунок, каждый дизайн открыть и обратно закрыть. Тогда генерируется рисунок. Эти рисунки нужно было все посмотреть, чтобы они не повторялись. Потому что у меня уже очень много дизайнов одинаковых. Например, тут мамочки, тут маме, тут такой же рисунок бабушки и так далее. Чтобы это все не загружать одинаково, отсортировать по рисуночкам и кинуть в папку. На это просто, это легко делается, но на это просто очень много времени тратится. То есть сегодня, наверное, часа два это все делала. Просто открывала рисунок и где-то подправляла там какие-то цветочки, где-то что-то удаляла, добавляла. Но в итоге сделала. Еще сазон сегодня принесли посылочку. Это шарик с цифрой 6. Миша на день рождения. Вот такой. Надо еще свечку с цифрой 6 купить. А может быть просто 6 свечек вставлю. Не знаю, еще не решила. Заказала шарик прям большой. 40 дюймов. Это, по-моему, 100 сантиметров он идет. А шарик, который я надула, все еще активно летает. Новости шарика, новости шарика. В общем, я очень довольна, что они хорошо держатся, ничего не пропускают. Хайфлот я два раза нажимала, то есть два нажатия. Не знаю, может быть это много считается, два нажатия, поэтому он так классно летает. Может быть один раз можно нажимать. В общем, два нажатия, я имею ввиду эту баночку, я нажимаю два раза. И смазываю шарик внутри. Отлично летает. Я очень довольна. То есть все день рождения Миши на они прилетают. И, возможно, даже в следующую неделю. Сегодня выходит трое суток прошло, как я надула этот шарик. Отлично. Привет, мой хороший. Что такое? Для меня ужасно. Новость ужасная. Я потеряла ангазы. А он газа в санике. Синево? Да. Мой мой. Мишу, ну если ты его в садике потерял, то, наверное, он в садике где-то и есть. Да. В регистратуре. Найдешь потом. В регистратуре. В регистратуре это в поликлинике. Мишу, ну потом найдешь. Не переживай. Он же найдется. Ты же его не на улице забыл? В садике? Да. Ну, найдется. Ничего страшного. В понедельник придешь и найдешь. Мам. Нашел? Привет, Степ. Как дела у тебя? Ужасно от меня. Нашел, Никит? От меня ужасно. Никита ничего не искал. Что он должен быть? Не искал? Это меня в группе потерял мой воронгазы. Просто потерял его. Он огромный. Забыл просто. Забыл или потерял? Потерял. Как можно она потерял? Степ, тебе помочь родиться или ты сам? Да, помочь. В общем, Никита пришел с одной перчаткой. Одна перчатка Лесси, а вторую потерял. Они сейчас с папой оделись. Поехали обратно в планету детства искать перчатку. Ну, потому что эти перчатки довольно дорогие. Сейчас поехали искать. Не знаю, я, по-моему, их покупала за 1199 рублей. Поэтому очень обидно будет, если он их потерял. Никитка сказал, что снимал их только у планеты детства. Не в планете детства, а у планеты детства. Поэтому они поехали сейчас, потому что еще есть шанс найти. Если бы в планете детства, то тогда бы мы, наверное, не поехали, а в понедельник бы туда пришли и поискали. Но так как рядышком, то, скорее всего, эту перчатку просто дворник потом сметет да выкинет. Поэтому сейчас поехали. Обидно, конечно, будет. У нас еще есть варежки у Эсси и, по-моему, еще одни перчатки, но они Никите уже маленькие. Эти я побольше покупала специально. Хорошие перчатки. И ему нравятся. Самое интересное, что он их носит. И они ему нравятся. Никит, ну как, нашли? Нашли. Нашли? Да. Ну, отлично. Молодцы. Если бы не нашли, тогда бы от тебя бы влетела. Нет, я бы тебя не ругала. Я бы тебя просто купила бы дешевые перчатки какие-нибудь из фикс прайса. Ходил бы в них. Это я буду запеканочку делать на вечер. Это я твой достала и два яйца туда кинува. Булька. Будешь запеканку сегодня, Кошка? Никит? Буду. О, ты даже будешь, Миш, ну ты молодец вообще. Это очень классно. Запеканочка сейчас будет, да. Вообще запеканку у меня дети не едят. Сколько я ее не готовила, покупала во вкус Вилли и какую-то черничную еще какую-то. И когда мы были на отдыхе, сколько раз заказывали запеканку, они ее не едят. Но каждый раз я не оставляю надежды, что они ее начнут есть, потому что реально запеканки вкусные бывают. Вот сырники они, значит, едят, хотя там тот же творог, яйца и все то же самое. А запеканки не едят. Но сегодня будет у нас запеканка. Если они не будут, то я ее съем с удовольствием. Запеканку я делаю с маслом на молоке и с манкой. Но вот сейчас у меня молока нет. Я заказала сейчас доставку из Ленты, привезут. Но пока не привезли, я буду, наверное, использовать сливки вот такие. Молока в этой запеканке нужно совсем немного, там 50 грамм всего лишь. Поэтому, я думаю, можно запросто заменить сливками. Я думаю, вкус особо от этого не изменится. Я, кстати, запеканку давно очень не делала. И последний раз, когда я делала, я не использовала манку. А сейчас посмотрела влог у Даши с канала «Мама может». И она там делала запеканку с манкой. Я быстренько открыла рецепт этот и тоже решила сделать вот такую запеканку. Может быть, и такую запеканку мои дети съедят, потому что манник они очень любят. Может быть, с манкой им понравится. Пеканку я делала вот по этому рецепту. Вот. Ничего сложного. Просто вот это все перемешать. Дать настояться еще манке где-то минут 20 хотя бы, чтобы она немножко разбухла. И все. Вот как приготовить. Но тут, в принципе, ничего особенного не написано. Просто все смешать, дать настояться, потом запекать. Вообще, сейчас, когда посмотрела рецепт у Даши, у нее там еще сметана используется. А молоко, по-моему, не используется. Но, если честно, не помню уже. Я просто увидела, что сметана. У меня ее нет. Поэтому я нашла другой рецепт. И вот сейчас попробую по нему сделать. Вот такая получается масса для запеканки. Я достала две своих формы. Небольшие. Вот, не знаю, в одну все переложить или в две. Наверное, в одну. Я помню, когда мы только купили мультиварку. Когда это было уже, не помню, наверное, лет 8 назад. Там с ней шла книга рецептов. И вот там была запеканка, другие запеканки, какие-то еще блюда. И я все эти блюда там перепробовала сделать. И вот тогда я, наверное, первый раз в жизни вообще в своей готовила запеканку. Но, что-то мы вот не вдохновились. Я очень редко делаю такие запеканки. А сейчас прям захотелось. Так, форму я смазала маслом. Посыпала немного манкой. Это, говорят, нужно, чтобы не прилипало. Я, если честно, когда просто смазываю маслом, то мне точно так же не прилипает, как и когда всыплю манки. Ну, сейчас вот делаю все точно по рецепту. Выходит, у меня вот с одной пачки творога полкило. Идеально получилась вот такая вот миска запеканки. Сейчас поставлю в духовку. Посмотрим, будут дети есть или нет. Я точно съем. Я обожаю творог. Я очень его люблю. Я, кстати, слышала, что творог лучше есть вечером. Он лучше усваивается вечером. У меня сейчас Степка попросила ему ягоды к насыпке. А я чуть подумала, не посыпать ли мне запеканку ягодами. Потому что манник с ягодами они с удовольствием едят. Пирог с ягодами тоже с удовольствием едят. Может быть, и на запеканку это подействует. Они очень любят вот эту смородинку красную. Но дело в том, что я запеканку-то уже поставила. Можно ли ее высунуть и посыпать ягодами? Че-то я прям в сомнениях. Так, ну смотрите, я все-таки ее достала. Посыпала вот так ягодками. Очень красиво и получилось. Поставлю обратно. Она у меня постояла там минут 5. До того, как я ее вытащила. Так что там еще все мягенькое, все аккуратненькое. Еще не запеклось. И я ее крышкой накрывала. Сейчас все-таки рисую не накрывать. Вообще для меня очень многие блюда в новинку. Те, которые я либо один раз в жизни делала, либо два раза в жизни делала. Для меня каждый раз, как в первый раз. И вот с запеканкой у меня то же самое. Поэтому, если есть у вас какие-нибудь советы по поводу запеканки, я с удовольствием в комментариях их принимаю. Для меня вот это что-то в новинку. И каждый раз рецепты разные. У кого-то есть манка, у кого-то без манки. Я помню, я с мукой делала в прошлый раз без манки. И некоторые кладут соду, некоторые не кладут. Я сейчас соду не положила. В других рецептах она есть. Вот в этом рецепте, по которому я делаю, соды нет. В общем, напишите ваш любимый рецепт запеканки. И я вам, если этот рецепт получится вкусный, тоже его оставлю под видео. Я где-то часа два назад заказала продукты в Ленте. А Лента от нас довольно далеко. И они всегда вызывают такси для доставки. То есть у них не свой какой-то курьер, а такси. И в прошлый раз мне присылали Яндекс.Такси. А сейчас смотрю. Ситимобил, посылка в пути. Ее доставят до двери. Думаю, странно, какая посылка. Ничего не заказывала. И только до меня дошло, через 10 минут думаю, что за посылка. Дошло до меня, что это из Лента. У меня заказ едет теперь на Ситимобиле. Самое удивительное, то, что я еще использовала промокод на скидку. Там в приложении 700 рублей промокод на скидку от 2000 рублей. На первые три заказа. Есть. Это в Алиэкспресс. В разделе есть. Так вот, мало того, что промокод на скидку и бесплатная доставка, так они еще и на такси это отправляют. Неужели им это выгодно? Я каждый раз об этом думаю, но, тем не менее, я всегда пользуюсь этой возможностью, пока она есть. Мне кажется, такие плюшки не всегда будут. Ну, в общем, на первые три заказа вообще отличная скидочка. Какую мы игру классную придумали со Степой. Степа стреляет в воздушный шарик. Ты как Пятачок из Винни-Пуха. Шарик стрелял из ружья, а ты из пистолета. Кто упадет? Ниточки? Резиночки? Ты собирай, я их буду тебе надевать, если хочешь. Ну-ка, давай попробуй еще раз. Попадешь ты? Целься. Оп, молодец. Мы сейчас со Степой будем играть в Гэмбло. Ну, вернее, мы не в Гэмбло будем играть, а просто будем расставлять фигурки. Тут есть примеры. Степа, что будешь делать? Такие часики, да? Песочные. Степе нравится эта игра. И мне очень нравится. Но мне больше нравится, естественно, в Гэмбло играть. Но со Степой невозможно. А Миша с Никитой убежали в телефоны. Да, там есть такая есть. Да, такая есть. А мне кажется, там зеленые и желтые. Давай зеленые и желтые сделаем. Нет, тут только есть. Такие нравятся цвета? Да. Давай тогда цвета изучать. Это какой цвет? Вот этот, какой цвет? Это красный. Красный. Угу. А это зеленый. Зеленый. Вот зеленый. А сейчас какой ты взял? Желтый. Вот так, желтый. А вот это фиолетовый. Самый любимый Мишин цвет. Клади. Клади, клади. Я думала, мы часики будем делать. А ты просто каляку-маляку делаешь. Нет, часики делим. Давай сделаем часики. Смотри, какие детальки нужны для часиков. Видишь, какие нарисовано? Давай такие искать. В общем, начали мы делать песочные часы. Но Степа хочет собирать все. Все цвета сразу. Не дает собрать песочные часы. Поэтому будем просто собирать полностью. Да, я поняла. Ты хочешь просто все собрать. Видишь, разваливается. Аккуратно надо. Аккуратно. Угу. Степа говорит, давай полностью соберем. Но полностью, наверное, не получится. Получится. Да. У тебя получится? Ну, давай собирать. О, я начну. О, так. О. Здесь. Кстати, такси что-то очень долго едет. Уже должно было доехать. Уже полчаса прошло. Такси? Такси, да. С продуктами, Степа, едет к нам. И никак не доедет почему-то. Ха-ха-ха. Это еще креполеть. Нам нужно много, много прям. Много-много, да? Прям нужно. Да. Ну, это что-то. Какой цвет берешь? Оранжевый. Оранжевый, да. Оранжевый. Тут мне нужно вот такой. Вот такая туда поместится. Ну, найди, одиночные. Тут есть такие, одиночные. А вот тройная, вот такая туда поместится. О, так. Да, вот так. Вот какая красивая. Так. Слушайте, а запеканочка там начала подниматься. И так вкусно пахнет. Прям запеканкой-запеканкой, как в детском садике в детстве. Но я соду-то не клала. Интересно, почему она поднимается. Ммм, телефон у меня звонит. Так, приехала доставка из ленты. Таксист очень забавный. Говорит, я не могу найти ваш дом, не пойму. А он стоит прямо перед нашим входом. Звонит и говорит, я не пойму, какой из этих ваш дом. Нигде надписи нет. Маме смог. Смог? Очень тяжелая, просто. И так он говорит, нигде надписи нет. На каком почтовом ящике у нас должно быть написано. Непонятно. Я говорю. Ну, обычно в частном секторе по навигатору смотрят, куда ехать. Говорит, ну вот я по навигатору смотрела, а он меня вон куда завел. Я говорю, идеально завел. Прям напротив входа стоит машина. Я говорю, очень идеально завел у вас навигатор. Прям туда, куда нужно. В общем, доставил таксистные продукты. Теперь буду распаковывать. Степка мне помогает, да? Узелочки развязывать. А в этот раз узелки завязали по-другому. Обычно вот так завязывают. Ну, обычно, как обычно. А в этот раз бантиками навязали. А сверху еще и наклейки наклеили. Степ, наклеечку сначала оторви, а то не получится развязать. Наклейку оторви и выкини. Степочка стоит. Мне помогает тут. Да, вот. Ой, какая вкуснятина тут. Хочешь такое, да? Нет. Любишь такое? А там только такие. Я три штуки вам заказала. Я хочу. Я хочу. Эту? Эту? Ну, бери эту. Эту одна. Многие спрашивают по ценам. Вот сразу цены показываю. В ленте не самые дешевые продукты. Но я ту же самую корзину набрала в Деливере в Магните. И у меня вышло на 200 рублей дороже. Но без всяких купонов. А здесь вот был купон на 700 рублей. И со скидки в 700 рублей вышло на 200 рублей дешевле, чем в Деливере. Так что я воспользовалась этим предложением. Вот все продукты. Все выложили. Бекон заказала. Две упаковочки. Рис для плова. Две упаковки. Вот такой вот творожок. А, это не творожок. Это йогурт. Данисима. У нас дети такой очень любят. Степа он уже уплетает. Две упаковки куриного филе. Заказала. Вот такого. Заказала масло. В прошлый раз оно мне очень понравилось. Очень вкусное масло. Стоит, по-моему, 490 рублей. Или 489 рублей. За полкило. И на вкус оно прям вот очень хорошее масло. И заказала вот такой вот маргарин. Ну, это для выпечки. Я маргарин с маслом смешиваю иногда. Что-то делаю. Так, еще бедра. Три упаковки. Я же заказала. Вообще заказала две упаковки. Но там, видать, по весу. Поэтому положили три. Потом заказала молочко. Вот такое простоквашино. И кубанская буреночка. Кубанская буренка. Это ультра пастеризованная. Долго хранится. А это просто пастеризованная. И вот такое молоко заказала. Две упаковки. В общем, все разное заказала. Каждый раз разное заказывала. А в этот раз... Не помню, почему я заказала. Я, по-моему, в корзину кинула. Хотела из них выбрать. А в итоге все оставила. Заказала вот такие вот мюсли. Прошлый раз я заказывала с яблоком, по-моему. И нам они очень понравились. Лента тоже. Фирма. В этот раз орехи и фрукты заказала. Очень вкусные были. Ну вот сейчас смотрю. Здесь почти одна овсянка. В прошлый раз, мне кажется, побольше разного было. Ну, в общем, нам очень понравились. Степ, зачем ты режешь? Не надо ее отрезать. А что ты? Насыпать? Ну, просто ее вот так поверни. Нет, я поверну. Давай я поверну. Давай. А так она сейчас... Степка, она сейчас рассыпется. Будешь долго-долго собирать. Нет. Держи, да, тогда рукой. Нет. Может быть, вот так повернешь. Стой. Отпусти. Вот так держи и вот так режь. Так будет удобно, чтобы она не рассыпалась. Так, ну и в принципе все. А, вот еще сыр. Еще вот сыр заказала. Обычный, билибейский. Мы его сейчас соберем. А еще мне положили вот такую вот записочку. Спасибо за заказ. Хорошего вам дня и отличного настроения. Спасибо большое. Получилось, Степ, да? Все-таки добился своего. Обычно всегда смешиваем. Вот первый раз Степа мне сказал, нет, не надо смешивать. Я вот так съем. Ну, ешь. Все равно в желудке все смешается. Так, а у меня там как раз готов манник. Смотрите, какой он большой. Он так красиво поднялся. Пахнет очень вкусно. Да и выглядит он очень вкусно. Слушайте, ну он потрясающий. Если дети не будут это есть, я очень расстроюсь. Потому что выглядит он очень вкусно. На запах он очень вкусный. Я думаю, на вкус он тоже будет потрясающий. Никакой соды, кстати, не добавляла. Видели, как он сильно поднялся? Он такой кругленький. Потрескался даже немножко. И корочка такая симпатичная. Смотрите, как она получилась воздушная. И знаете, я ее ножом когда резала, вообще невесомая. Как будто ее нет. Как будто я воздух режу. Она нежная, нежная, нежная выходит вышла. И клятика нашел. Кого нашел? Клятика. Ягодка. Кушай. Вы гляньте на этого хитрого жука. Он съел сначала все ягодки. Вкусно, Степ. Кушай, мой хороший. Садись, Никита. И не с таким видом, пожалуйста. Положил им, поковырял. Ты что поковырял? Садись, попробуй. Поиграешь. Конечно, поиграю. Давай, поужинаем и поиграем. Не. Не. Горячий. Горячий, осторожно, Никита. Ну как, Мишень? Не нравится? Как, Никит, тебе запеканчика? Никита говорит, вкусно? Так вкусно, что аж горячее ест. Никит, дуй на каждый кусочек, пожалуйста. Обожгешься. Творок, он горячий. Взял, подул, ам. Мам, я и Никита рули. У Никита 10 баллов. Да. Миш, разная буква. А у меня две звезды. Да? Это вы в словодел играли, да? Да. Сейчас будем играть. Кажется, у нас завелся динозавр. Куда-то улез. В общем, это поел Никита. Половина от одного кусочка съел. Это поел Миша. И это поел Степа. Вот такие вот у меня едоки. Если честно, так обидно. Правда, она очень вкусная. Очень обидно то, что вот у меня дети, не едят такие вкусные вещи. Поэтому я их обычно и не готовлю. Я каждый раз, когда делаю запеканку, я сейчас вспомнила вот то чувство, когда я покупала им запеканку во вкусе Елии. Я вспомнила это чувство, когда я делала запеканку. Вот так вот они ковыряют. И все. В общем, если честно, после такого отношения к еде, ну вот стараюсь, все что-то готовишь, думаешь, так вкусненько сделала. А это не едят. Даже потом вот желание попадает, что-то новенькое делать, что-то новенькое пробовать. Степка, Степка. Ну правда, обидно становится, когда твою еду, даже очень вкусную, не едят. Я понимаю, что это дети. Вкусы у них другие. Это может нравиться, это другое может не нравиться. Сейчас они просто встали и говорят, я хочу яйцо. Дай нам яйцо. Яйцо, вароны, макароны. Вот и все. Это они готовы есть вот постоянно. И кроме этого, мне вот даже готовить иногда вообще не хочется ничего, потому что я знаю, что это они съедят, а остальное, это вот как, не знаю, на удачу. Могут съесть, могут не съесть. Никита сейчас сказал, что вкусно, но вкусно, а съел он половину маленького кусочка. Вот и все. А запеканка на самом деле потрясающе. Кто любит запеканки, вам точно бы понравилось. Я, конечно, сама съем. Она воздушная получилась, очень нежная. Очень вкусная. Жалко ягоды все съели, дети. С ягодами бы, наверное, еще вкуснее было. Миша яичко кушает. Вкусное яйцо, Миша. Любишь, да? А, творожки вот эти вот, йогурты, они тоже с удовольствием едят. Слушайте, корочку... Купи завтра. Я сегодня купила Миша в одном вечере вам. Сегодня? Да, сейчас купила. Степа уже съелся. А корочку у этой запеканки вообще очень бомбическая. Она хрустящая, внутри нежная. Миш, это очень вкусно. Почему ты не скушал? Не понравилось? Вот так. Благо яйца у нас тоже всегда есть. Так, Никита, Миша, будут играть в саловодел. Я тоже буду с ними сейчас играть, а мне тоже раздали. Это мои буквы? Да. Давай, Дня. Спасибо. Смотри. Смотрите, какой у нас красивый получается кроссвордик. Степка тут с телефончиком со своими играется. Мы уже и накопались с ним. Никита ходит. Сейчас, думаем. Думаешь? Да. Так, наш кроссвордик все увеличивается, увеличивается. Время вообще уже много, спать пора. Но завтра суббота, нам никуда не вставать, поэтому мы не торопимся. Степка там уже над кроватиной своей ползает во все. А мы с Никиткой не сдаемся, да? Хотим заполнить поле. Герб. О, нет, герб, б, а не п. Герб. Нету слова герб. Через Б. Смотрите, мы заполнили все поле. Впервые. Мы заполнили практически все поле. Можно еще вот тут слова придумать. В общем, Никита меня сделал в сухую. У него там очко больше, чем у меня, где-то на 50 аж. Так что... 156! Так что, Никит, поздравляю вообще. Отличная игра. Развивает очень хорошо мышление. Здорово. Несмотря на то, что у нас все слова тут коротенькие, получается. Ну, всякие такие. Вот лево, я думала, вообще можно или нельзя, но все равно положили. Всякие такие. Газ, ход, быт. Короткие. Но все равно очень интересно получается. Это зеленый. Вся зеленый. Продолжение следует... Продолжение следует...